всем щербет дорогие друзья сегодня будем говорить о фонарях о выборе фонаря и готовьтесь сразу же поставить этому видео дизлайк почему потому что я буду нести неблагодарную миссию говорить о сложных вещах простым языком вот все вы знаете что допустим такой чувак как там как метатрон который одозревает рации и доносит это простым языком до зрителей его ненавидят на всяких радио форумах называют радиоблюдком потому что если вы попадаете на профильные форумы то там все очень-очень жестко и вы сразу же узнаете примеру что там один люмен равен световому потоку испускаемому точечным изотропным источником силой света равной 1 канделе в телесном в телесный угол величиной в один стерео стерео диан один lm1 кандел плюс ссср полный световой поток создаваемым изотропным блин выключилась моя википедишка изотропным источником также так сила света 1 кандела равен 4p люменам световой поток fv является редуцированной фотометрической величиной образованной из энергетической фотометрической величины при помощи относительно спектральной чувствительности специального вида относительно спектральной световой эффективности монохромат монохроматического чуть не сказал маразматического излучения для дневного зрения вот так вот ну что ж ты сразу нам-то и не сказал скажете вы теперь-то все понятно и ясно вот как бы понимаете я не профессионал у меня много в комментариях там коко-ко-ко вот ты мол типа пользователь ты не до добился до сути я пытаешься уже что-то людям объяснять да и пользователи мне на самом деле плевать на вот эти вот все там изотропные монохроматить маразматические какие-то штуки я просто должен понимать как фонарь светит хорошо или плохо извините за такое просто пространное вступление но без него как бы здесь никак собственно говоря сейчас будем говорить не о производителях о цене хотя пару слов тоже скажу вы смотрите чем производители круче такой производитель вот как nightcore который вы видите это хорошие фонари такой производитель как там олайт такой производитель как феникс и прочие это топовые фонари которые сейчас на рынке существуют то есть вот это вот как бы собственно и и есть фонари на которые стоит обращать внимание дальше можно сказать что раньше тоже не понимал почему трубочка выточенная на станочке с лампочкой и пружинками батарейками стоит там тысячи и больше гривен ну опять же качество сборки кто-то не понимает почему mercedes нам дороже стоит чем дэв ланос качество сборки это все уже тактильно пощупаете сейчас поговорим не об этом а о самом главном фонаре его свете да не лени и не маши а именно свете то есть как фонарь светит как правило этот вопрос большинство людей задает они заходят магазин и говорят а вот этот фонарь хорошо светит при этом непонятно что он имеет ввиду ему нужно чтобы фонарь светил далеко чтобы фонарь светил широко ну как правило нужно чтобы фонарь светил и далеко и широко, но такого не бывает а если и бывает, то этот М26 стоит он очень дорого, но сейчас не об этом в общем, вы наверное уже запутались давайте по порядку, и так есть у фонаря если вы пришли выбирать фонарь ну, сразу хочу сказать, если вы пришли выбирать фонарь такой, чтобы светить вам под ноги когда вы возвращаетесь домой с работы, не вступить в лужу, не упасть в люк, вам достаточно какого-нибудь вот такого вот брелка которого мощность светового потока составляет 45 люминут примерно у этого, да, вот кажется, что он здесь нифига не светит, но здесь лампа дневного света у меня есть видосы, посмотрите называется даже видос маленькая хрень в деле, то есть когда темно он светит отлично, вот на камеру если направить вы видите, да это бытовой фонарик кстати, самый ценный фонарик тот, который висит у вас на ключах, почему? потому что он всегда с вами, даже если фонарик большей мощности, который будет находиться у вас дома, он не поможет вам в трудную минуту, когда темно самое, ну, повторюсь когда у вас фонарик висит на ключах, он всегда с вами это очень ценно, потому что как правило, вот если у меня есть более мощный фонарь но я его не всегда не беру с собой из-за его габаритов, вот, и лежит он у себя со своей мощностью дома а вот этот маленький наключник это самый полезный фонарь в мире, собственно поэтому всегда вот если вам просто нужно идти светить себе под ноги просто подсвечивать, берите наключный фонарик самый маленький, желательно на аккумуляторе желательно вот на такой вот Nightcore Tube, да вот такой вот, тут есть разные цвета можете брать, ну или новый вот еще и в новогоднем тоже снимал на него обзор, Nightcore Tube вообще 360 люмен, мощность хорошего фонаря собственно, с этим понятно теперь, смотрите если вы пользуетесь фонарем в принципе не часто вы можете купить фонарь на батарейках это прикольно тем, что иногда, когда вам нужно им посвятить вы можете пойти в обычный супермаркет купить там 2-4 батарейки вставить и пользоваться им и если вы пользуетесь фонарем с завидной постоянностью вы там какой-нибудь сторож то, конечно, на батарейках вы далеко не протянете вам нужны аккумуляторы по-любому аккумуляторы выбирать аккумуляторный фонарь дальше по свету это опять же отвлекся немножко темы смотрите есть, вот что самое главное есть у нас у фонари люмины вот они 2000 люминс видите надпись? вот она 2000 люминс а есть понятие такое, как канделы вот они 22-300 кандел что же это такое с чем его едят? почему-то все люди думают что если у фонаря больше диодов вот как у вот этого допустим то он светит дальше это заблуждение так же само люди эти думают что если у фонаря больше точнее если у фонаря больше люмин он тоже будет светить дальше нет на самом деле не буду повторять вот то что я прочитал в википедии про люмины давайте будем вот просто так люмин это просто мощность света вот возьмите единицу какую-то ну к примеру свечу да или там я не знаю что-то еще для тебя вот представлять люмин это просто единица света чем больше люмин тем фонарь ярче все а канделы это светоконцентрация простым языком то есть сила света в заданном направлении достигается это заданное направление рефлектором фонаря чем больше более развит рефлектор тем сильнее фонаря светоконцентрация в заданном направлении тем следовательно у фонаря ярче точка больше фокусировка света и фонарь будет дальше светить И мощность номинальная в люминах не играет на это практически никакой роли. То есть фонарь, если вам нужен более дальнобойный фонарь, выбирайте фонарь, грубо говоря, с большой головой. Как примерно наш MH40GT. Вот, к примеру, вот он стоит. То есть фонарь с большой головой. Если вам, ну, видите, дальность, да, 803 метра и как бы 1000 люмин, это не такая уж сногсшибательная мощность фонаря. Если вам нужно, чтобы фонарь светил близко, но широко и мощно, выбирайте вот что-то типа вот этого вот. Где 4000, ну там 3800 на другой версии люмин. И светит он на 300, сколько там, 359 метров, да. Вот, дальность, сейчас покажу. Вот, 359 метров. Но здесь 4000 люмин. И кандель здесь 32300. А у MH40GT там, по-моему, что-то около... Сейчас точно скажу. 16000, да. Вот. 161000. 16000. Мы видим, что светоконцентрация этого фонаря гораздо выше. Поэтому светить он будет дальше. Ну, собственно, вот как бы разобрались со светом. Плюс еще вам нужно добавить, что теплый свет лучше и комфортнее для глаз. А также теплый свет лучше работает в непрозрачном воздухе. Там где туман, какие-то частицы, а также под водой. Поэтому вы можете, в принципе, выбрать фонарик, если вы планируете работать им в какой-то не совсем благоприятной среде, непрозрачном воздухе. То выбирайте всегда фонарик с более теплым светодиодом. Также хочу сказать, что... Есть такое понятие, как вот рифленый рефлектор, то есть апельсиновая кортка. Мы видим, что зеркало у этого фонаря не гладкое. Оно представляет собой вот такую структурированную поверхность. Для чего она нужна? Ну, на самом деле, у каждого фонаря, особенно у дальнобойного, такого, как вот, повторюсь, MH40GT, очень яркое центральное пятно. Так называемый hotspot. Поэтому, собственно, и дальнобойный. Большая светоконцентрация. Если работать таким фонарем вблизи, то это некомфортно для вашего зрения. Почему? Потому что у вас перед глазами появляется яркая-яркая точка, которая все время приковывает ваш взгляд. Вот вы идете по дороге, у вас впереди в 20 метрах там яркая точка и вокруг боковой засвет. То есть волей-неволей ваше зрение приковывается к этой точке все время. И когда вы на нее смотрите, у вас возникает такое пятно, и потом по сторонам уже смотреть некомфортно, потому что глаза не сразу привыкают в темноте. Но это сложно объяснить, это нужно проверить. То есть дальнобойным фонарем светить вблизи некомфортно и для глаз не совсем приятно. Поэтому, если у вас, допустим, вам светить не нужно далеко, а светить нужно под ноги, вам нужно выбирать фонарь, в принципе, вообще без рефлектора, который будет светить рассеянным светом. Либо фонарь с вот таким вот, с так называемой апельсиновой коркой, которая делает плавный переход от центральной точки, отход спота к боковому засвету, что дает более комфортный для глаз свет. Ну, вот это вот, чтобы вас не сильно утомлять, уже 10 минут видео в двух словах. Задавайте свои вопросы, говорите, в чем я не прав. Ставьте лайк, конечно же, подписывайтесь. Ну, это вкратце о фонарях. С вами был еще разок. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok